так ребята я насчет технической части и так что мы делаем мы заходим на свой канал youtube обязательно через google на то есть видите у меня здесь есть яндекс там у мадзилла бывает опера у кого что стоит но я вам всем советую заходить именно через google потому что youtube это гугловская детища поэтому если вы будете заходить через какой-то другой браузер у вас некоторые функции могут быть недоступны я очень долго не могла понять почему я в яндексе не могу переключиться на обзор своего монитора когда зашла через google так вот вы заходите значит на свой канал выбираете творческую студию у многих возникает какая проблема когда заходите в прямую трансляцию человек он хочет запланировать видео онлайн и он начинает челкать вот трансляция с веб-камеры или начать эфир нет это не то тут у них всплывают всякие окна где надо настроить что-то куда-то там какой-то код поставить и люди не понимают нет вы заходите все трансляции ведь у вас нет предстоящих трансляций можно щелкнуть сюда запланировать новую трансляцию либо в уголок создать трансляцию разницы не будет когда вы зашли в создать трансляцию все как обычно делаете название пишите например раз вы будете делать первый раз вы можете написать пробный эффект например тренируйтесь с кем-нибудь из своих друзей или родных у кого есть веб-камера и который может находиться в другом городе скажи давай помоги мне пожалуйста я это видео удалю конечно просто помоги мне потренироваться когда будет эта трансляция выбираете здесь ну чтобы потренироваться вот сейчас 14 число я поставлю да ну и сделаем не сейчас а установлю по своему времени у меня кстати здесь адаптирована по моему времени в Туркутск ну у меня правда улан-мдэ но я поставила в Туркутск у нас одинаковое время вот поэтому время я смотрю на свое да и сейчас у нас сколько не вижу ничего не верю 14 и 14 40 можно написать например вот 14 30 стоит мой исправлен 14 например 40 да так то есть через пять минут описание здесь если вы уверены у вас уже настоящая трансляция пишите как нужно описание в принципе описание вы всегда можете добавить позже здесь напишем описание какое теги теги вам youtube он сам проставит некоторые теги это будет обязательно hangouts hangouts on air ну то есть реклама его вот этой программа со мной вот и вы делаете не открытый доступ открытый доступ будете проводить когда на большой пункте будете вещать ограниченный доступ это будет видно только вам очень хороший вариант если вы записываете хотите просто записать качественное видео с монитором но в себя можете записывать камеру и с монитором продолжительностью до 8 часов так вы делаете доступ посылки то есть вы отправляете ссылку своему партнеру никто кроме вас двоих это видео пока смотреть не сможет вашу трансляцию никто не сможет смотреть не сможет участвовать только вы как организатор и тот кому вы дадите доступ посылки хотите дать одному человеку дать одному хотите двум двум и так далее и ее смогут просмотреть и принять участие не только те у кого есть доступ посылки вот челкайте создать трансляцию например вот она у вас запланирована да так вы заходите на трансляцию так это не то так ее будет видно чтобы что-то там сделать заходите начать видео встречу хангаутс в прямом эфире так вот выглядит экран работать будем только здесь видите меня слышно это видно вот по вибрации такой вокруг моей аватарки по бегающему вот этому зеленому как это индикатору да начать трансляцию пишет хорошо зрителей нет ноль зрителей какие здесь у нас есть настройки сейчас камера отключена проблема с камерой пишет ну конечно потому что я работаю в программе бандикама и она записывает меня вообще здесь у вас такого не было значка вот это добавить участника по ссылке вы можете выключить микрофон для чего нам нужна функция выключить микрофон вообще когда вы записываете со своим партнером видео камера будет автоматически переключаться на того человека который будет разговаривать который будет давать ответ если у вас сзади какой-то посторонний шум ездит машина там играет музыка звонит телефон стирает посудомойка еще что то камера может переключаться на вас чтобы это не происходило когда вы молчите вы можете нажимать вы кучу упро фон что постороннюю звук в небо и камера была на том человеке который отвечает на ваши вопросы Потом когда вы будете отвечать Не забудьте его пожалуйста включить А то вы не щелкните, будете открывать Камера на вас не переключится Но вы надо поймете это Тем не менее не забывайте потом опять включить микрофон Проблема с камерой Это потому что я снимаю У вас здесь будет просто отключить камеру Когда вы будете отключать камеру У вас будет появляться такая аватарка И все будут видеть не образ с камеры А с аватарки Здесь значит настроить качество Видео есть, настройки И вот эту трубочку мы обязательно нажимаем, когда встреча закончена. Когда вы закончили все, нажмите на стоп, и вот эту трубочку можно тоже нажать положить, и тогда видео сразу сохранится и будет отображаться. Так, что здесь есть? Чат. Чат, вот здесь все, кто будет находиться у вас, кто по ссылке, они могут здесь задавать свои вопросы. Показать экран. Когда вы включаете его, то люди будут видеть не вас, веб-камера, а именно обозревать ваш экран. Оператор, ну это когда несколько камер бывает, центр управления, с остальным больше ничего не нужного. Чтобы вам начать, вы просто щелкните начать трансляцию. Если я нажму начать трансляцию, ну напишу, что проблема с веб-камерой, у меня ничего не будет, когда вы начнете, у вас включится ваша веб-камера, либо будет видно ваш аватар. Когда человек присоединится, у вас здесь изменится количество зрителей, будет видно, что он присоединился, и вы можете начать ваше интервью. Надеюсь, по технической части все понятно, если будут возникать какие-то вопросы, задавать. А еще, знаете, что немаловажно? Когда вы нажимаете «Показать экран», у вас здесь появится очень много окошек. Очень много. Вам будет казаться, что окошки идут в бесконечность. И все будут видеть это отображение именно так. Для того, чтобы его не стало, вам нужно будет просто вот сюда свернуть. Вы свернете все, и начнет отображаться вот ваш экран. Надеюсь, что понятно. Так. А то я никак не могла с этим разобраться. У меня много-много окошек. Я уже все вижу, а люди не видят, они видят только окошки в бесконечность. Вот. Плюс вернуть. У нас будет еще отдельное занятие по этому, по хангаутсу. Я расскажу, как встроить ваш прямой эфир онлайн ВКонтакте, чтобы люди могли в комментариях вам писать, а вы тут же отвечать на их вопросы. Ну, у меня, в принципе, все. Удачного вам эфира. Не забывайте записать хотя бы один такой прямой эфир с каким-то вашим партнером. Жду ваших ссылок под видео. Спасибо. Спасибо.